Для своего шестилетнего Богдана мама Юлия ежедневно готовит волшебные напитки. Один из них – теплое молоко с медом и имбирем. Опыт показывает – хорошее укрепляющее средство. А еще вместо обычного чая хозяйка готовит целебный настой. Из букета трав – душицы, мяты, ромашки, чабреца. Летом ими запасается. В напиток Юлия не забывает добавлять лимон, который, как известно, богат витамином С. В арсенале зимних средств Юлии вдобавок к лимону и меду еще и аптечные витамины. Отправляя ребенка в детский сад, она смазывает ему нос. Противовирусной мазью. А еще вооружает, как и другие родители своих малышей, оберегом с чесноком. Запах не очень. Зато фитонциды, которые он выделяет, убивает бактерии. Это подтверждают и врачи. И все же самым эффективным методом защиты от вирусных заболеваний доктора называют вакцинацию. Заболевший же человек должен знать. Не нужно строить из себя героя и идти на работу, в школу. Это чревато осложнениями и распространением инфекции на окружающих. Болезнь бьет и по здоровью, и по карману. Гораздо легче, как известно, предупредить заболевание. В эпидемический период стараемся не находиться в местах большого скопления людей. Тщательно моем руки, потому что грипп переносится не только воздушно-капельным, но и контактным путем. А заботимся об иммунитете. Мы чаще находимся на свежем воздухе. Питаемся здоровой пищей, овощей. Отвары шиповника. То есть все народные средства, которые у нас люди знают, вот такие именно растения, травы, пожалуйста, не возбраняются. Говоря о здоровом питании, врачи уточняют, не стоит гоняться за какими-то экзотическими фруктами. Много витаминов и в привычных нам капусте, моркови, яблоках. А в зимний период специалисты советуют добавить к ежедневному приему и аптечные витамины. А прогулки на свежем воздухе тоже можно назвать одним из важных витаминов и укрепляющих иммунитет средств. Анна Золотухина, Семен Воробьев. Новости дня.